Это, я заранее извиняюсь перед всеми лютыми дарамщиками. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. На связи Кин, и сегодня будет не то чтобы обзор дарамы, а скорее рассуждений на эту тему в целом. Ну а для примера я как раз возьму дараму, на которую я наткнулся перед кальмаром. Мой сосед Кумихо. Когда-то, очень давно, лис взмолился божеству, что хочет стать человеком. Ты был рожден смиренным зверем, но мечтал стать человеком. Ты дурак? Я жалюсь на тобой и исполню твое желание. И отчасти его желание исполнилось. Внешне он стал человеком, но внутри он все еще оставался бессмертным демоном лисом Кумихо. И вроде бы грех жаловаться, ты бессмертный, не до Кайдзю. Но наш герой Кумихо Шиньо хотел стопроцентного очеловечивания. А для этого он носит в себе красную бусину, которую надо заполнить человеческой жизненной энергией, взятой у других. И брать надо эту энергию до тех пор, пока бусина не станет синей. И вот, прожив тысячу лет, Шиньо так и не заполнил бусину, опустив хвосты и забив на это дело. И так бы и продолжалась его безмятежная жизнь, если бы не случайность. Из-за которой бусину Кумихо проглотила случайная прохожая Лидан. Жизнь которой с этого момента навсегда изменилась. Так как, во-первых, блять, она узнала, что монстры существуют. А во-вторых, она узнала, где эти монстры живут. Так как наш Курама предложил девушке жить вместе, дабы попробовать вывести из неё бусину. В противном случае, если у них это не получится, то через год девушка умрёт. Ну а что из этого вышло, вы узнаете в дараме «Мой сосед Кумихо». Ну или пугающее сожительство. Что ж, давайте сразу оговорюсь. Я не лютый дарамщик и не особо вникал в это течение. И так как по большей части я рос на американских и британских сериалах, то дарамы я смотрю немного под другим углом. Если в американских и британских шоу я ещё могу понять некоторые шаблоны, структуру подачи, то в дарамах многие моменты, которые преподносятся как нечто обыденное, кажутся мне чуждыми. Хотя в последнее время, по крайней мере на Netflix, стало выходить всё больше дарам, подогнанных под массового зрителя. Например, таких как «Алиса в пограничи» или «Игра в кальмара». И как я уже говорил в обзоре на кальмара, если поменять в этих дарамах актёрский состав на американских актёров и дать им американские имена, но оставить диалоги, локации и действия, то по сути ничего особо не изменится, так как они подогнаны под общепризнанные форматы. Но сегодня не тот случай. Сегодня я приведу в пример самую что ни на есть японскую дарамную дараму. А заодно подмечу, что мне как зрителю, привыкшему к чему-то более стандартному, бросилось в глаза. Но повторюсь, я не лютый дарамщик и высказываю лишь своё наблюдение. И если я говорю, что дарама говно, это не значит, что она говно для всех. Но перед тем, как я начну не то чтобы негативить, а скорее стебать дараму, я её похвалю. Так, а похвалю я её... за местами неплохой юмор. Конечно, не прям разрывные шутейки, но лёгкую бугагашку поймать можно. Ну а теперь к менее светлым моментам. И для начала ужасное переигрывание. О, во имя сериального бога, как же порой это кринжово выглядит. Настолько, что аж смотреть больно. А знаете, что я понял? Что они отыгрывают эмоции, как в аниме. Но проблема в том, что в аниме лица героев гиперболизированно отражают эмоции. Они могут растянуться, увеличиться, изменить рисовку и всё в этом духе. Но когда это делает человек, это так плохо, что аж... Плохо. За таким просто сложно наблюдать. Даже, например, в том же убойном футболе герои тоже местами переигрывают. Это глупо отрицать. Но там мы не уделяем этому особого внимания, потому как это происходит не так часто. А на минуточку убойный футбол идёт час двадцать семь. В то время, как одна серия Кумихо один час. Иногда плюс десять минут. А таких серий шестнадцать. Кстати, скажу сразу, меня хватило только на одну серию Кумихо. Но я не думаю, что именно со второй серии все вдруг резко перестали переигрывать. Дальше у нас визуал. Он плох. Всё. Но, блин, мне кажется, что создатели такие... О, да. Ты видишь этот визуал? Он прекрасен. Я хочу больше этого визуала. Например, в той же Алисе или в Кальмаре тоже есть визуал. Но, как я говорил, он скорее вынужденный. И с ним не заигрывают. Здесь же куча сцен с визуалом, от которого можно было избавиться и снять на натуре. Но нет. Шикарный визуал нужно оставить. Например, говно 3D мультик в начале. Ты был рожден смиренным зверем, но мечтал стать человеком. Какое же ты глупое и бедное существо. Ну, если вы не можете осилить нечто правдоподобное. Почему нельзя было сделать что-то вроде оживших рисунков в стиле Сумея? Смотрелось бы куда красивее. И менее энергозатратно. Ну, или, например, в этой сцене. Вот к чему нам этот 3D покемон. Можно же было показать нам лиса, не показывая нам лиса, как бы это парадоксально не звучало. Ну, то есть не напрямую, а, например, в отражении глаза Лидан. Хотя, я не уверен, что они с этим бы не обосрались. Дальше у нас звуки и музыка. Для начала, нахрена делать вот так? К чему эти звуки? Для комичного эффекта? Так, вроде не очень-то и комично. В каком-нибудь мультике или в том же аниме это бы сработало. Прости, что отвлекла. До скорого. Но, блядь, я смотрю не мультик. Хотя с его визуалом я уже в этом сомневаюсь. Ну и музыкальное сопровождение. Кстати, в целом претензий у меня к нему нет. За исключением финала. И чтобы прочувствовать абсурд, впитайте, что сейчас будет основная завязка. Сейчас главная героиня узнает, что с ней будет, если из неё не изъять чудо пауэрбанк. Итак, идёт сцена, музыка, музыка. Чё умрёшь? Музыка какого-то хрена обрывается. Тишина, ракурсы, 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 больше ракурсов. И в номинации «Самая неподходящая мелодия для серьёзного момента» побеждает эта мелодия. Хотя, чего это я доебался? На самом деле, лучше этой мелодии для серьёзного момента не найти. Кто-то откроет дверь и схватит пулю. Думаешь, я такой? Нет. Это я постучу в дверь. Я твой отец. Наверное, надо даже сказать им спасибо, что они не зашли ещё дальше. Чё ты умрёшь? Но если без шуток, то почему нельзя было просто протащить звуковую дорожку чуть дальше, сделать потом затемнение и пустить эндинг? Чё ты умрёшь? Ну и напоследок, придирка от такого урода, как я. Какого хрена в этой дораме одни гиперкрасивые японские моськи? Я, блин, как будто не дораму смотрю, а листаю журнал моделей. Как по мне, в каждом сериале должен быть хоть один не самый модельный персонаж, благодаря которому мы можем осознать, что действие происходит где-то в реальном мире. И также можем подсознательно себя с ним ассоциировать. Ой, и не надо сейчас непонимающим морщиться. Как бы мы все не хотели быть Сэмом и Дином, в душе то мы понимаем, что мы скорее метатроны. Ну, не все, конечно, но всё же, где мои обычные немодельные человеки? И благодаря этой придирке можно подметить одну сюжетную глупость. А именно, то есть вы хотите мне сказать, что вот этот гиперкрасавчик за тысячу лет не смог зарядить свой чудо-пауэрбанк? Да он мог каждый день знакомиться с новой девушкой, и даже не с одной, и брать от них по чуть-чуть. И мне кажется, при таком раскладе он бы уже очень давно заполнил свою бусину. Ну, в принципе, вот и все претензии, которые я хотел высказать. Могу разве что добавить то, что мне кажется, пожалуй, из-за таких дорам люди и говорят не О, новая дорама, а, эээ, дорама. Ну, конечно, соглашаться с этим или нет, решать только вам. Кстати, забавно. После выхода игры в Кальмара и затопления МВК, я наткнулся на пост, в котором говорилось, чем вдохновлялся автор. И среди прочего были аниме Кайди и дорама «Играл лжецов». И если до Кайди я не добрался, то вот игру лжецов я почти досмотрел. И могу сказать, что это сериал «Между-между». А именно, между всем хорошим, с чем я сталкивался в дорамах, и в то же время плохим. С одной стороны, сюжет очень затягивает, и смотреть действительно интересно. С другой стороны, в нём чувствуется дешевизна и предостаточно переигрываний. Так что, если хотите, чтобы я сделал на него обзор, то пишите в комментариях. А также пишите, что вы думаете по поводу моего мнения о Кумихо. Согласны вы с этим или нет, и с чем именно не согласны. Ну, а на этом у нас всё. И всем большущее-большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну, а в описании я для вас оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о дораме и ссылки на мой инстаграм, вдруг кому всё-таки интересно, и группу ВК, в которой мы периодически выкладываем новости кино и сериалов. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока! Значит, вы Кумихо, а я-то ночью проглотила вашу красную бусину, да? Тогда что мне делать? Желудок прочистить? Спасибо. 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 Спасибо.